дорогие друзья вновь рады приветствовать вас начинаем новый квартал о великой борьбе начинаем квартал где мы будем разбирать великое противостояние и корень всех проблем сегодня первый урок война от которой все войны не пропустите весь этот урок памятный текст откровение 12 глава 7 8 текст и произошла на небе война михаил и ангелы его воевали против дракона и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе будем молиться господи спасибо тебе за то что среди всяких происшествий всяких обстоятельств и ситуаций ты даешь нам возможность прикасаться к слову твоему благослови влиянием духа твоего святого разобрать этот урок аминь аминь извечный вопрос добро и зло почему постоянно идет противоборство этих двух сил сложный вопрос богословский вопрос библейский но вот если мы возьмем сейчас современное общество всегда идет там инь-янь там добро и зло белое черное вот всегда идут сравнение вот этих двух сил свет и тьма да свет и тьма из того что ты перечислила это не означает что между ними война но или борьба идет то есть свет и тьма но многие говорят не было бы добра не было бы тьмы не было бы тьмы не было бы смысла в свете добра не было бы зла но тут надо поднять глубинный вопрос что между богом и дьяволом произошла война то есть если в боге есть добро свет любовь то все что будет разрушать добро бокс этим не может смириться и то что разрушает зло дьявол с этим не может смириться то есть природа добра она не только такая знаешь как бы ну вот он хороший добрый пушистый но добро она тоже защищается а зло оно и так агрессивно и поэтому оно не смиряется с тем что надо что-то оставить или отпустить ну вот если мы смотрим на памятный текст мы говорим о том что произошла война ну а вот что сподвигло люцифера к действиям как бы зачинщиком это эти эти все ситуации не можешь был да и произошла на небе война тут написано михаил и ангелы воевали против дракона и как бы инициатива со стороны бога но почему восстал дракон и кто это он такой но можем прочитать и сайт 14 глава 12 да мы сейчас дойдем но даже здесь чуть чуть ниже когда написано неизвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную неизвержен на землю и ангелы его неизвержены с ним то есть это такая сильная первая война вот описанная книги откровение ярко уже в книге исаи мы сейчас прочитаем что сподвигло до дьявола но правильно сказать что великая борьба началась не потому что бог сотворил дьявола бог не творил дьявола и сатану дьявол и сатана это название ангела по имени люцифер бог создал прекрасного херувима осеняющего ангела который стал потом противник и обманщик видишь как эти по-другому звучат слова то есть красивый ангел стал обманщиком и противником он остался этим мудрым сильным красивым ангелом как бы качество его до но теперь слово дьявол и сатана это означает противники обманщик теперь читаем книгу пророка исаи 14 глава корень в чем же зародился 12 14 почему же вообще это все произошло и кто был инициатором как упал ты с неба денется сын зари разбился землю попиравший народы а говорил в сердце своем взойду на небо выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонми у богов на краю севера взойду на высоты облачные буду подобен всевышнему то есть мы здесь видим вот здесь встречается это слово люцифер который носитель света сын зари деньница сын зари это имя люцифера но его мысли были то есть не бог поднимал войну а дьявол когда он сказал я взойду выше я себя поставлю свой престол подожди а где ты взял вообще престол тебя создал бог ты сотворенное существо ты помощник ангелы служебные духи он перестал быть служебным он захотел быть господином он сказал я буду всевышним я буду богом выжить подвигла на вот эти действия гордость и естественно написано что ты говорил в сердце я я я в языке здесь и мы видим много его я а вообще еще выше можно сказать что от красоты возгордилось сердце от тщеславия ты погубил мудрость исайя и языки или описывает его как самое красивое создание божие мудрое величественное и он позавидовал михаилу он позавидовал божьему сыну он захотел власть и правление христа и поклонение взять себе он поднял бунт он начал обольщать всю вселенную всех ангелов и к сожалению мы видим что ангелы пошли за ним он хотел поставить свой престол то есть у него было на кого опереться спасибо а как в этой проблеме проявился божий характер с одной стороны божий характер он постоянно открывался он он открылся в том что бог во первых никто не погиб вот если произошла на небе война михаил и ангелы воевали но никто не погиб то есть бог не дал закону возмездие возмездие за грех смерть не дал проявиться тогда ни один ангел не дьявол не погиб но все же секунду в ту же тот же миг как должно бы произойти было под было бы для любого существа бог дал время то есть бог очень долго терпили бог мудрый бог по своей кротости милосердию не проявляет вспышек гнева раздражения в то же время бог проявил силу и мудрость то есть он вступил в это сражение противостояние и низверг то есть в какой-то степени это не только была борьба идей это было и борьба на уровне этих небесных сил потому что то что он был низвержен с неба и тут написано на землю означает что бог и его ангелы проявляли христос и его ангелы проявляли какую-то силу и эти духовные существа сражаются и имеют силу вот если некоторые думают да он там только влияет да он там что то только говорит нет дьявол имеет намного больше власти и силы чем мы себе представляем он может вызывать ураганы бедствия молнии землетрясения как бы качество характера все-таки остались еще с того времени когда как бы он же не стал слабым больным то есть ангелы это могущественное существо кроме того что они мудрые то что они могут передвигаться в космосе они не так живут не так дышат то есть они совершенно по-другому живут их природа другая это духовные личности но в то же время они имеют физические огромнейшие потенциал сил и поэтому то что христос и его ангелы вступили в эту войну и противостояние то дьявол был низвержен на эту землю и божий характер проявился что бог долго терпеливо и общался с этим ангелом чтобы вся вселенная увидела то есть война которая началась на небе она не закончилась на небе она пройдет большие этапы на земле где бог отдаст свою жизнь и бог по я проявится во всей полноте жертвенный любящий бог спасибо откровение 12 глава 4 текст давайте прочитаем хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю дракон сей стал перед женою который надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца почему нужно было сделать выбор ангелам и другим небожителям мы прочитали в начале памятный текст что он то есть в этой войне он был низвержен со своими ангелами и он обольщал всю вселенную то есть когда дьявол поднял восстание против бога он обвинил бога в деспотизме в тирании то есть он богу начал приписывать черты которые у бога не было которые были больше у дьявола теперь так как есть во вселенной закон божий которым все управляется и она дает стабильность и порядок то дьявол обвинил в рабстве что бог делает всех рабами и естественно что все существа которых бог создал разумные существа потому что есть еще существа от которые бог создал на земле это животные птицы но они подчинены инстинктам но все разумные существа ангелы небожители они созданы со свободой любить со свободой выбирать служить любить общаться поэтому когда дьявол начал предлагать свои какие-то идеи бог дал свободу бог создал нас свободными всех и и ангелов тоже и люцифер когда-то служила потом перестал то есть божий характер появляется в том что он создает могущественные существа жизнь которая может прийти к нему и выбрать его и жизнь которая может бога отвергнуть ну мы знаем все описание первой главы бытия когда бог создал все для человека потом человека не проще было бы вообще не давать свободу выбора как бы ну и не дал бы свободу выбора создал бы до эдемский сад наделил бы способностями которые они есть ну и они бы не знали ничего и просто бы как бы безответно любили бога и у них не было бы выбора до второй половины наверное или до той части пока бог сотворил человека в шестой день вот так и было что все что было создано но не имела свободы такого выбора потому что и птицы и рыбы и животные все созданы из воды из и бог повелевал словно же из земли а потом бог сказал сотворим человека по образу нашему по подобию нашему и до владычествуют они и сотворил бог по образу своему то есть когда бог творит особое существо пусть из земли но он творит по своему подобию в этом есть особый замысел вот люди сегодня имеют семьи допустим мы имеем семью и если бы мы с тобой прожил почти 30 лет следующем году 30 лет нашей совместной жизни мы бы завели себе птичек рыбок черепах кошек собак но у нас не было бы детей ты согласна что от птицы рыбы животное это самое лучшее что было бы для тебя нет ну с детьми и с животными это хорошо но создать то есть иметь ребенка когда мы ты родила мы имеем четверых детей они слушаются не слушать это совершенно другое они обнимаются вот даже этот котик который сидит о сегодня кот наш спит друзья если он вам нравится напишите если какие-то мысли есть то есть эти животные но они совершенно другие они тебя любят но они не могут даже тебе сказать что они тебя любят но ребенок который тебя любит который слушается иногда слезы твои вызывает это совершенно другое поэтому бог наполнил этот мир и всякими созданиями но вверх его могущества это создать существо которое способна любить прийти по своему образу подобию решать вопросы обнять и уйти и вернуться то есть бог не мог по-другому его любовь его свобода любви дает свободу и другому спасибо бытие 3 глава 4 5 текста давайте прочитать и сказал змеи жене нет не умрете но знает бог что в день в который вы вкусите их откроются глаза ваши вы будете как боги знающие добро и зло почему этот вопрос так будоражил его он ее не будоражил до тех пор пока она не пришла к сатане нет но как бы когда она уже услышала этот вопрос она ждет и заинтересовалась если бы это не интересовало да не проявила бы действия развернулась ушла ее раньше это не интересовало ей предложил дьявол то что она не имела она все имела значит не все имела раз он предложил есть то то что а он ей предложил то что она не имела и не могла иметь то есть это было нереально вы станете как боги это то что невозможно иметь у нас до сих пор есть это глупое желание вот я хотела спросить как вот это желание быть как бог она сегодня актуально в современном вот скажи тебе хочется мной руководить всем семье руководить всем распоряжаться делать все что ты хочешь чтобы еще все окружающие тебя слушали ну нет нет а мне надо кажется что ты бы не против если бы меня спросили чтобы все меня слушали чтобы в церкви место чтобы ты меня всегда слушалась чтобы все люди меня слушались я сказал ну неплохо в принципе но но быть как бог это дьявол просто представил как будто бог все делает все что он хочет на самом деле быть как бог дьявол не представил быть как бог жертвенным за все отвечать мне кажется здесь быть как бог это значит вседозволенность это дьявол так представляет бога что бог вседозволенный живет по принципу все что хочу делать но бог это самая жертвенная личность бог это самое ответственное самое сложное быть богом и это нереально кому-то понимание библейском именно в правильном понимании быть богом самое сложное во вселенной это значит создавать за все нести ответственность давать ему жизнь за все отвечать быть богом это отдать сына это умереть на кресте это пережить страшную агонию то есть на самом деле библия описывает что значит быть богом и не будучи богом быть богом невозможно дьявол нет ни написание не представил на на самом деле правдивую историю и потому он начал войну что хотел быть как бог но он не мог быть богом он никого не любит как бог он никого не создал он никому не дал жизнь он только забирает жизнь поэтому вот все войны которые сегодня есть все происходят это все продукт дьявола нам важно понять что корень всех проблем в нашем памятном тексте что дьявол поднял эту войну против бога а бог решает и он пытается положить конец всем воинам через свою жертву спасибо римлянам 5 глава 12 текста римлянам 5 12 многие знают этот текст ну прочитаем посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков потому что в нем все согрешили вот какие последствия поступка первых людей ощущаем мы сегодня мы все последствия которые сегодня ощущаем нашей греховной жизни это последствия греха адама мы грешны мы видим повсюду грех мы видим повсюду смерть мы видим повсюду тот мир который отошел от бога ну а если выход из сложившейся ситуации если все так плохо есть конечно это же глава говорит о том что как одним человеком вошел грех и смерть то таки дар благодати и тут дальше апостол павел пишет что через иисуса христа через иисуса христа ну например если дальше если преступлением 1 то царствовала смерть то через праведность 1 будет благодать мир жизнь вечная как преступлением 1 для всех осуждения так правда и 1 всем человеком оправдание как непослушанием все сделали с грешными многие так послушанием 1 сделаются праведными то есть как пришел грех через адама так через иисуса христа пришло написано праведность и жизнь вечная но бог действительно любит каждого даже если человек не заслуживает этого конечно мы не спрашиваем дети наши заслуживают или не заслуживает мы их любим потому что это наши дети и бог любит всех потому что это его дети это все его создания бог любит всех он за всех будет страдать когда придет время наказать всех и даже не ангелов ушедших от него это страшная боль для бога спасибо и в конце давайте прочитаем и она 17 главу 26 24 26 текст евангелие от иоанна глава и она 17 глава знаменитая молитва иисуса христа 24 26 текста отче которых ты дал мне хочу чтобы там где я и они были со мною да видят славу мою которую ты дал мне потому что возлюбил меня прежде основания мира и и 26 и я открыл им имя твое и открою до любовь которую ты возлюбил меня в них будет и я в них вот как эти тексты могут помочь в борьбе великая борьба которая началась на небе она затронула такие грани бога которые даже дьявол люцифер не сдал бога с этой стороны он даже обрадовался когда христос приходит в едемский сад и говорит что будет змей поражен в голову но змей ужалит семя жены тогда бог впервые дал обетование о том что придет сын божий на эту землю как как сын человеческий и но он станет агнеза потому что в первом этом диалоге нужно было принести жертву и в этом жертвоприношении бог показал весь план спасения адаму и еве что он придет отдаст своего сына он отдаст жизнь ради искупления и по всей библии идет красной нитью вот эта идея закланного агнца дьявол обрадовался что придет христос на эту землю божий сын придет на эту землю и он с ним будет сражаться и даже ужалит его то есть дьявол понял план спасения что бог должен будет отдать жизнь он все дело чтобы он не отдал жизнь но пришел христос теперь евангелие от явно 17 глава и христос заканчивая это перед сами гефсимании это перед потом распятием и он говорит очень я открыл имя твое то есть я показал твой характер ведь великая борьба заключалась не столько в силе до была проявлена сила чтобы не извернуть дьявола но дьявол обвинял бога в злоупотреблении силой поэтому бог не мог проявить силу богу нужно было время и обстоятельства проявить характер и он дал дьяволу время и обстоятельства и мы видим что дьявол здесь творит в этих всех войнах кровопролитии страдания теперь и христос показал когда его дьявол преследовал самого рождения когда убивал этих младенцев в ифлееме и когда что только не делал а потом будет голгофа потом будет страдание христа и христос наперед говорит отец я открыл твое имя я уже прославил одно я теперь еще хочу чтобы любовь которую я им открыл чтобы мы этой любовью взяли чтобы они были со мною я хочу все-таки вернуть всех людей к себе и поэтому вот эта великая борьба о которой мы говорили самом начале что не дошлось уже для них места на небе друзья осталось чтобы не нашлось места у дьявола для дьявола на земле это еще придет время до пришествия христа но мы можем сделать так как написано не давайте место дьяволу чтобы дьявола не нашлось места в нашем сердце об этом мы будем говорить этот квартал это очень важный квартал как добро может победить нашей жизни как изгнать дьявола как бог может победить только силою любви об этом хочу помолиться и об этом приглашаю вас разбирать этот новый урок субботней школы господи боже мы благодарны тебе за откровение великой борьбы мы благодарны тебе за твою великую жертву за то что ты победил дьявола когда-то на небе но эта история продолжается и здесь на земле боже сколько войн сколько катастроф мы сейчас это видим ужаса эти переживаем благодарим что хранишь и милуешь но просим тебя боже избави нас от него в нашем сердце в нашей жизни даруй нам не давать ему место не уходить от тебя господи сохрани нас мы хотим быть на твоей стороне мы понимаем какой твой характер и мы хотим сказать господи хотим любить тебя всем сердцем и душою будь в нашей жизни будь в нашем сердце и возьми нас к себе господи в вечной обители где не будет уже зла не будет войн страданий не будет лукавого и где мы будем вечно с тобою наша молитва чтобы пришло царствие твое скорее и мы были с тобою во имя христа аминь аминь спасибо что вы с нами пишите комментарии напишите как великая борьба проявляется в вашей жизни вашей духовной жизни вашей веры с богом желаю каждому победы божьей любви великой борьбе в вашем сердце вашей семье вашей жизни до новых встреч до свидания